Установлен МОВД Назаровский факт нарушения законодательства, регулирующего осуществление торговой деятельности по продаже спиртосодержащей продукции. Продавец продала сама в целях наживы, так высказались сотрудники полиции, когда составляли протокол. Ну продала она, продала. Вы хотите снести. Продала, ладно, мы не доглядели, согласен, хозяин. Но мы строили это же все. А вы теперь хотите снести. Но как не вам это сохранить. Давайте поговорим, найдем какой-то суд, может тоже решение вынести, как и вы, нас прости. Ну зачем сейчас нам, ну как-то встревать друг с другом? Ну вы дайте нам время. Мы ужесточим какие-то меры там, у себя на работе. Будем искать хороших рабочих. Но с тем, что вы хотите снести, люди, вы, я понимаю, у каждого своя работа. Но люди хлеб пекут, везут. На этих хлебопекарнях трудятся люди. У нас трудятся девушки, у которых есть дети. Но об этом же всем тоже нужно подумать. Легко сказать, снести. Снесем, мы снесем. Так с этого, ну, все вооружены глазом, что в Назарово не слишком хорошая ситуация с работы. Но мы, мы, как все, вот, ну, просим вас, чтобы вы как-то, ну, посмотрели. Дали нам какие-то поблажку. Какое-то время. Смотрите, вот смотрите, мы исполняем свою работу. Уже говорили о том, что достаточно много времени было переходного периода. Поэтому, если вы считаете, что ваши права нарушены... Ирина Ивановна, этот переходный период, он идет уже с 90-го года. И он никак не может перейти до сих пор. Когда человек, девушка приходит, и у нее двое детей, и она не может Назарово устроиться на работу. Но мы хоть какую-то работу даем, тысячу в день заработать, тоже деньги. Почему же вы разрешили им торговать с ним? Вы можете встречный иск в суд заявить. Как суд нас разрешит тогда? Да зачем нам суды? Ну, суд может также вынести решение нас простить там, помиловать и отпустить. И оставить на этом же месте, когда мы можем сейчас здесь это все сами решить. Мы документы в юродел все направим, которые собрали. Вот послушайте меня. Мы направим все в юродел. Юродел будет принимать решение. Поскольку данный факт сейчас имеет для нас юродическую силу. То, что вы говорите о том, что мы должны сносить, это вы всего нашего порядка обязаны добровольно сносить. У меня похожая ситуация, мы не станем так же. Но у меня это открыто. Как вы будете его убирать? Какую-то часть сохранить его функционал этого киоска, автопавильона или нет? Это уже ваше дело конкретно. А если вы добровольном порядке не сделаете, тогда уже в судебном порядке у нас и будет возможность обратиться в суд для принудительного сноса данного киоска. Это по-человечески, да? Вот когда говорят по-человечески, не по-человечески. А по-человечески торговать спиртосодержащим не знает, какое оно качество и все остальное. Травить людей в этом киоске. Это по-человечески. Госсовет в этом вопросе не помощник, во-первых. А во-вторых, администрация, все действия администрации, как вы знаете, контролируются прокуратурой. Скорее всего, они не могут сделать это, ну, пожалеть или не пожалеть. Есть закон. Но Госсовет за нас встать не может? Встать без проблем. Встанем. Но это ничего не изменит. Я имею в виду, встать чисто физически. Мы можем встать, но постоять, ну, минута. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok